Похоже, что в дути неполитический кризис в нашей стране выходит на совершенный уровень. Как и угрожала коалиция, она попытается остановить обструкцию силовым путем, что и пробует в течение последних двух дней. Понятно, что у оппозиции возникло много вопросов. Насколько подобная практика соответствует Конституции и насколько она соответствует процедурным правилам. Именно поэтому дискуссия сегодня получилась исключительно горячей. Тема проникновения большевиков в зал Риге-Кугу прозвучала вчера. Сегодня консерваторы проводили параллели уже не с большевиками, а с режимами в России, Белоруссии и Венесуэле. Причем свои аргументы высказывали отнюдь не в академических традициях. В центре внимания оказался председатель партии Экры Мартин Хельми. Однако на итогах его бурная реакция никак не сказалась. Оппозиция реагирует жестко и делает то, что оппозиция делала и раньше. Она препятствует работе Риге-Кугу. Правящие партии реагируют на это не поиском договоренности, а грубым нарушением закона, закрывая нам рот. Нам не дают возможности делать запросы. Законопроекты не принимают процедурные протесты в отношении нарушений закона. Коалиция не дает нам права воспользоваться своим законным мандатом. Вот мы и попали в конституционный кризис. Оппозиционная и центристская партия и самореагировали не столь бурно. Но при этом свои позиции, явно не поддерживающие правительственные притешения и методы ведения дискуссии, они также не скрывают. Свои предложения они представили еще в пятницу. Вчера их обсудил коалиционный совет и никакой реакции не последовало. Но именно такого развития событий оппозиционеры ожидали. Решением этому политическому противостоянию не является голосование с силовыми методами, а поиск политических компромиссов. К сожалению, коалиция в этом не заинтересована и методы, которые она использует на этой неделе, были шагом в сторону от решения проблем. А наоборот, скорее всего, мы опротестуем решения в госсуде и продолжим противостояние сокращению семейных пособий, а также проталкивании в быстром порядке налоговых изменений, на которые избиратели не давали мандата. Спикер парламента напомнил, что за последнюю неделю было подано запросов больше, чем за весь прошлый год. Конечно, это является правом парламентария, однако такая непропорциональная деятельность не может служить оправданием полного срыва деятельности парламента. Сами беспрецедентные цифры говорят о масштабах обструкции. Сегодня правление Ригикога уже не может безразлично смотреть на все это. Даже если наши приемы кажутся жесткими, то я могу подтвердить, что правление Ригикога принимает эти решения, исходя из Конституции и порядка работы Ригикога. Мы действуем, опираясь на эти документы. Ну и сам спикер попал в поле внимания, поскольку получил, ставшую достоянием парламента, записку от лидера фракции партии Си-200, в котором стоит указание. Лаури заканчивает, став эту повестку на голосование. А ведь, по мнению политологов, правление Ригикога – это независимая инстанция, никто не имеет права давать спикеру указания даже однопартийцам. Посмотрим, что принесет новый день. Ведь, кроме единодушно поддерживания декларации в поддержку Украины, будут обсуждаться налоговые законопроекты и семейные пособия. Так что, похоже, нас ждет немало интересного. Михаил Владиславлев, Роман Васильев. Новости Таллина.